Всем привет! Сегодня у нас будет видео, таких давно не было, о нашем эмигрантском. Если еще кто-то помнит, кто давно на меня подписан, я раньше снимала видео о адаптации здесь в Турции. Но тема очень популярная, я думаю, для тех людей, кто бывает за границей. Неважно, вы переезжаете на ПМЖ, вы ездите в отпуск раз в год, либо еще как-то, либо вы общаетесь с иностранцами, либо вы переехали в другую страну, не в Турцию. Вообще, это относительно нашего менталитета, что лично я поняла. Мои наблюдения, мои какие-то выводы, я просто в это все пережила на себе. Я также сначала думала, сейчас я просто себя поймала на мысль, что мое мировоззрение в этом плане, оно изменилось. И я хочу с вами этим поделиться. Когда я часто слышала, переезжая в другую страну, я это реально чувствовала. И очень просто под моими видео каждый второй комментарий на тему адаптации в Турции, в частности. И вот, например, видео недавно было о дружбе с турчанками. Блин, так как до сих пор много людей, девушек, которые, они двуличные, они врут, тебе в лицо улыбаются, за спиной там то-то, то-то делают. Наш менталитет отличается очень сильно. Я знаю, как, скажу, наше воспитание постсоветское дает о себе знать. Нас это воспитывали столетия. У нас надо говорить прямо. Хотя, вот смотрите, да, воспитание наше надо говорить прямо, в лицо. У нас это считается достоинством. Мы более, скажем так, в этом плане открыты. Потому что это было очень удобно, с такими людьми удобно общаться, когда ты можешь предугадать его действия. То есть тебе что-то не нравится, ты сказала в лицо, а не за спиной где-то как-то, да. Это, ну, скажем так, двуличие называют, да. И говорят, что все иностранцы двуличные, лживые все. Раньше говорили первое время о американцах, но сейчас вообще обо всем мире так говорят. Все иностранцы двуличные, плохие, а мы вот такие хорошие, мы открытые. Правду матку, короче говоря, в лицо рубим. Это удобно, когда ты можешь предугадать действия поведения человека. И, естественно, мое личное мнение, да, нас так воспитывали, наш строй политический в стране. Это то, что такими людьми очень легко управлять. Но, тем не менее, согласитесь, помните, из истории ваши, может быть, бабушки, дедушки рассказывали, что было стукачество, доносы. И это разве не двуличие? И двуличие в нашей стране было очень развито, да, когда все в лицо на работе. Просто боялись сказать что-то, не рисковали, потому что были репрессии те же, да. А дома, на кухне, мы только в своем кругу, только среди своих шушукались, обсуждали. И двуличного, по сути, за спиной, да, обсуждали. Это тоже у нас все это было, но почему-то мы это забываем. У нас это тоже есть в воспитании. Так вот, по поводу иностранцев, их двуличие, то, что все иностранцы лживые. Понимаете, к сожалению, прямолинейность, которой мы так гордимся, которая в нашем менталитете, с которой просто легко общаться и жить с другими людьми, контактировать в нашей стране. Понимаете, во многих странах это считается некультурным. Это считается некрасивым сказать в лицо человеку, культурно промолчать, но не потому что ты лживый, двуличный, а культурно не обидеть чувства другого человека, не задеть их. Во многих странах поэтому люди улыбнутся, промолчат что-то, да, в лицо не скажут, потому что это не... Вот нас воспитывают, ну, воспитывали, сейчас колени меняются, конечно, молодежь наша другая, но все же у нас это воспитывалось, правда, матка, в лицо сказать это, да, сонни. Но, согласитесь, не всегда же хочется слышать в лицо что-то. Не хочется, чтобы тебя обидели, если встать на место человека, которому в лицо что-то говорят правильно. И в других странах просто иностранцев воспитывают по-другому. Их воспитывают не сказать, не обидеть, не задеть чувства. Их воспитывают, типа, это не твое дело, твоя жизнь тебя должна волновать, да, не жизнь окружающая. Вот что-то вот такое, если это пытаться объяснить. Что касаемо Турции, в частности, и Востока, я честно скажу, да, существует восточная хитрость, не только мудрость, но и хитрость восточная. Я, когда переехала в Турцию, я изначально это воспринимала тоже двуличность, лживость. Вот они, вруны все, какие плохие. Вот они обманывают, в лицо не скажут, тут подлюки какие-то, вот эта сподлость какая. Это вот это переносило, это очень глубоко, короче говоря, к этому относилось. Если вы переезжаете, в частности, в Турцию или в другую страну, относитесь просто к этому проще. Когда вы со временем поживете, опыт у вас появится, общение с другими людьми вокруг, вы поймете, к этому будет относиться проще. Потому что, когда они в эту, в кавычках, двуличность свою, смысл вообще не вкладывают. У них это воспитано, и они на это вообще не обращают внимания. Для них это нормально, как и для нас говорить, например, в лицо и прямо это нормально. Для них нормально не сказать. Для них нормально промолчать. Вот этот стык, очень многие наши мигранты за границей, в других странах не могут это перебороть. Не могут, не то, что это надо перебарывать, себя ломать ни в коем случае. С этим можно просто научиться жить, адаптироваться, ассимилироваться в стране, принять это просто. Даже если это вам не близко, ну окей, люди так делают, пусть делают, я буду делать по-другому, находясь, например, в другой стране. Это никаких проблем, мне кажется, не вызывает. Но не надо с этим воевать, обвинять, говорить, что люди плохие здесь, в другой стороне, там все лживые, в лицо не говорят. У них это не принято, это не воспитано. И когда вы им это объясняете, они это могут, во-первых, не понять, а во-вторых, они, наоборот, воспримут это не культурно и скажут, блин, ну некрасиво же говорить так в лицо, например, да? Это же обиде другого человека. Я уж лучше промолчу или там я не скажу что-то. Нас не поймут даже, если мы вот эту тонкость своего менталитета будем объяснять, то есть не все это могут понять. Я призываю иммигрантов к тому, чтобы, даже не то, что иммигрантов, когда вы едете в другую страну на отпуск, например, на какой-то период времени не переезжаете, просто будьте проще. И все. Не надо на этом заострять внимание. И не надо ждать от людей с другим менталитетом, с другой историей и с другим воспитанием, чтобы они были такие, как вы. Чтобы они вели себя так же, как вы. Чтобы они так же, например, как и вы, могли что-то в лицо сказать. У них это не воспитано. Так же, как и для вас дикость или вам неприятно, что что-то умалчивается, а они какие-то двуличные и лживые. В частности, Востока и Турции. Все-таки я эту мысль закончу. Да, здесь есть вот эта восточная, знаете, такая витеватость, хитрость какая-то. Но мне кажется, это, естественно, часть менталитета людей в воспитании. Их из истории идет, когда... Вот в частности, если я Турцию беру, это был вообще центр вселенной когда-то, да, в средние века. Турция, ну, в частности, Константинополь, Стамбул возьмем. Это торговая, экономическая, социальная, культурная, вообще некая в планете была, да, здесь самый движ, короче говоря, был, да. Естественно, здесь были обманы, торговля, деньги, все-все-все-все. Конечно, главное, это вообще точка, перевалочный такой пункт на земле. И, естественно, здесь люди учились обманывать, быть двуличными, быть дипломатами, уметь вести переговоры, уметь договариваться. А вот это, скажем так, в кавычках, двуличность – это неотъемлемая часть такого поведения людей. И мне кажется, это вот с этой историей пришло здесь, и задержалась менталитет этих людей, в частности, вот Турция, да, сейчас здесь находится. Но все же в культурном обществе, мне кажется, как вот мы сейчас, да, нам доступна психология, интернет, в доступе вот это все, да, общение с другими странами, вы можете общаться с иностранцами, путешествовать можете. Это очень сейчас, да, доступно, открыто, и мир прогрессирует в этом плане. И мне кажется, что мы с вами должны немножко тянуться к этому, естественно, и менять свой менталитет воспитания в этом плане. У нас есть доступ к культуре и общению с другими людьми в других странах. Посмотрите, поучитесь, как они себя ведут. Почему у них, да, воспитание все-таки идет не задеть чувства ближнего человека, жить своей жизнью, не лезть в жизнь другого человека. А у нас до сих пор это по-другому. Надо залезть, надо дать совет, который они просят, надо поинтересоваться, когда тебе что-то там личное не говорят, но надо залезть, спросить, как, кто меня, девчонки, смотрят, прекрасно все понимают, о чем я говорю. Это когда ты приехала в Россию, например, в Украину, в Казахстан, еще куда-то к себе в гости домой после, там, когда ты живешь в другой стране. А как у тебя свой мужем? А сколько он у тебя получает? Вот такие неудобные всякие идиотские вопросы личные. Это все же оттуда, вот это воспитание. Мы почему-то в нашем менталитете воспитания не думаем, что мы можем задеть зону человека какую-то личную, его частную жизнь. Это все же, понимаете, чувства какие-то его задеть, обидеть, оскорбить и прямо матку в лицо говорить, правду какую-то. Для нас это легко. Это легко предсказуемые люди. Но понимаете, когда мы говорим людям в лицо что-то напрямую, мы же ждем такого же в ответ к себе отношения и поведения, а иностранец такого никогда не даст. Если бы вы ему сказали, он даже вам не сказал, что он обиделся или в ваших поведениях какое-то точечное зрение некультурно в его стране, он же этого не скажет. И он не начнет вам правду в лицо говорить. А вы этот от него будете ждать, вы будете беситься и говорить, что он двуличный засранец такой, я-то с ним по-честному все в лицо, а он все-таки не меняется и мне не отвечает так же, как и я к нему. Ко мне относятся не так, как я к нему. Короче говоря, вывод-то какой я хочу сделать, потому что это очень часто в виде слышится. Я читаю это в комментариях. Вот они такие плохие, иностранцы сволочи двуличные. Вот это такие баталии идут на просторах интернета. У меня, по крайней мере, в комментариях, блин, каждый второй комментарий от девушек, вот это негатив какой-то и, я не знаю, другого просто слова, как подобрать, обсирание. Другие национальности, другую культуру с вот этим упреком. Мы-то прямолинейные, они сволочи двуличные. Вот как с ними можно иметь дела? Вот как то-то, то-то. Я хочу вам открыть глаза и сказать, что во всем мире такое, это просто у нас по-другому, не так, как во всем мире. И, к сожалению, наше воспитание, это прямолинейное, если так можно назвать, во многих странах оно воспринимается оскорбительным, некультурным, либо неудобным. Это не весь мир, понимаете, такой плохой. Это у нас воспитание немножко другое. И так как мы сейчас учимся, развиваемся, социумовое общество для нас открыто, давайте будем учиться перенимать что-то. Не говоря о том, чтобы быть двуличными. Почему вот это вот понятие двуличность, я вот даже здесь не расцениваю слово двуличные. Для меня это уважение, границ людей окружающих, такой культурный такой жест, не нарушить границы, не оскорбить и не задеть другого человека каким-то образом. Поэтому говорить ему прямо в лицо, что он такой сякой, не обязательно. Он придет время, он сам это поймет, если ему это будет нужно. Нет, но вы живете дальше, вас это не должно заботить. Вот я в это вкладываю такой смысл. Я надеюсь, это видео было для кого-то, повод задуматься, может быть полезным. Я очень жду ваших комментариев по этому поводу. Как вы считаете, я думаю, что многие напишут, что иностранцы двуличные сволочи, но вообще, как вы, может быть, с какой-то точки зрения, культурного нашего развития, можете прокомментировать это, как вы, какой смысл вкладываете, чувствуете ли вы вот эту разницу воспитания в менталитете нашем, постсоветском, и как во всем мире бывает. Может, у кого-то есть опыт общения со многими иностранцами, может, по работе куда-то летали очень часто, или общаетесь, в принципе, по работе с иностранцами, что вы по этому поводу скажете. Но я прекрасно понимаю, что общаться с открытыми прямолинейными людьми, конечно, проще и легче, они предсказуемы. Но мне кажется, все равно в нашем менталитете это очень скоро изменится, потому что наш политический строй в стране изменился. Хоть не так много времени прошло, как Советский Союз развалился, но все равно даже за эти годы, практически за 30 лет, меняется, я чувствую, как люди наши меняются, и мозг людей меняется, и воспитание. Что вы думаете по этому поводу? Вроде бы такая тема поверхностная, про это выличие иностранцев, но я закладываю сюда гораздо больше смысл, есть о чем подумать, поразмышлять, может быть, даже и пофилософствовать. Буду ждать от вас комментариев по этому поводу. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...